В эти дни к судебным приставам увеличился поток обращений. Большинство людей приходят с просьбой об уменьшении процента удержания по исполнительным производствам. Такое право людям предоставляет новая поправка к федеральному закону номер 229. Согласно которого, должники смогут сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособности населения в целом по Российской Федерации при обращении взыскания на его доходы. Для того, чтобы воспользоваться поправкой к закону, должник должен обратиться в отделение судебных приставов, где возбуждено исполнительное производство, и написать заявление. В своем заявлении он должен указать фамилии, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес по месту пребывания и месту проживания, телефон. Также необходимо указать реквизиты банковского счета, на который необходимо сохранить прожиточный минимум. А что делать тем должникам, у кого на попечении есть иждивенцы? Должник вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособности населения в целом по Российской Федерации. Это еще более увеличит тот доход, который ему будет оставаться на руки после проведения удержаний под документом, находящимся на исполнении. Отметим, что каждый должник может воспользоваться этим правом, но его прожиточный минимум может сохраняться только на одном из счетов. Такая вот мера, она позволяет нашим должникам платить иные долги, потому что у многих есть и текущие коммунальные платежи, есть кредиты. Но опять-таки необходимо денежные средства на свои нужды. И вот это изменение в законодательство позволяет помочь гражданам вести достойный образ жизни. Среди тех, кто обращается в эти дни в службу судебных приставов, много пенсионеров. Пенсии у нас зачастую немного превышают прожиточный минимум, да, либо вообще на уровне прожиточного минимума, в случае, когда и меньше прожиточного минимума. И, как правило, у вот этих пенсионеров, у них много исполнительных производств, от 3 до 15 исполнительных производств. Как правило, это в основном кредитные платежи, ну и в том числе попадаются и коммунальные платежи. И активно стали пользоваться своим правом у нас должники, обращаются с заявлениями, мы производим уменьшения по исполнительным производствам. Ну вот как раз перед вами была женщина, да, вот у нас с ней была беседа, с 19-го года она платит долги, говорит, на госслугах опять увеличился долг. Я заплатила, опять увеличила, потому что, ну, периодически поступают новые долги, и, естественно, вот, ну, это как замкнутый круг. Судебные приставы еще раз говорят, закон призван помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. А потому тем, кто имеет долги, не нужно прятаться. Проблема от этого не решится. Необходимо просто прийти к приставам и написать заявление.